Здравствуйте! В эфире Настоящее время. Итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. И сегодня в выпуске. Рамзан Кадыров, слова которых не ждали. Я устал, я ухожу. Опасение разоблачения или расчет на операцию преемник. Год со дня убийства Бориса Немцова. Акции памяти по всему миру и Большой Москворецкий мост так официально не признаны мемориалом. Особенности национальной памяти. И Майдан в огне на подступах к Голливудскому пику. Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». На этой неделе продолжение бесконтактной дуэли оппозиционного российского политика Ильи Яшина и чеченского лидера Рамзана Кадырова. Их полемика в публичном пространстве идет давно. И в среду в Москве Яшин представил доклад «Угроза национальной безопасности», посвященный ситуации в Чеченской республике и деятельности Кадырова. Презентацию усиленно пытались сорвать. Неизвестные. О том, что же такого было в докладе, вкратце Санжар Хамидов. Доклад состоит из девяти глав. Его объем 33 страницы. Это своего рода анализ деятельности Рамзана Кадырова за 10 лет правления. Автор пытается связать между собой разнообразные роли, которые играет Кадыров. Главы субъекта федерации, государственного деятеля федерального значения, вассала Кремля, защитника ислама и, наконец, главного патриота России и борца с терроризмом. Основной вывод исследования «Власть Кадырова» держится на влиятельных покровителях. Глава Чечни напрямую подчиняется Владимиру Путину. Очень давно дружит с генералом внутренних войск МВД Виктором Золотовым, который 15 лет был шефом личной охраны президента Путина. Второй не менее влиятельный человек – бывший заместитель главы Кремлевской администрации Владислав Сурков. Помимо кремлевской элиты подчеркивается в докладе Кадыров на короткой ноге с некоторыми нынешними олигархами. Его часто видят в компании земляков-мультимиллиардеров Руслана Байсарова и Умара Джабраилова. Кстати, они активно заняты застройкой Чечни. Олигархи являются донорами известного благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова, а также помогают осваивать миллиардные средства, поступающие из бюджета России. С 2001 по 2014 год Москва перечислила 464 миллиарда рублей на развитие Чечни. Как говорят, Рамзан создал в республике режим личной власти и пользуется полной безнаказанностью. Из всех глав федеральных субъектов Российской Федерации только у Рамзана Кадырова есть личная армия – 30 тысяч штыков, лояльных исключительно ему. Их ядро – бывшие боевики, воевавшие против федеральных сил в Первую и Вторую Чеченские войны. Два самых доверенных человека в окружении чеченского лидера, говорится в докладе, тоже из бывших сепаратистов. Магомед Даудов по прозвищу «Лорд» предположительно сам ликвидировал организатора теракта 9 мая 2004 года, унесшего жизнь Ахмата Кадырова. Летом в 2015 году Даудов получил по инициативе Рамзана Кадырова пост председателя парламента Чеченской республики. Второй депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адам Делимханов – двоюродный брат главы Чечни. По мнению автора доклада, он является правой рукой Кадырова, отвечает за самую грязную работу, связанную с физической ликвидацией его врагов. Фамилия Делимханова фигурирует в деле об убийстве Бориса Немцова. Подозреваемый в совершении убийства Заур Дадаев был заместителем командира батальона «Север», который возглавляет родной брат депутата Адамхана Делимханова Алибек. Рассказывал Санжар Хамидов. Интересно при этом, что сам Рамзан Кадыров вывесил текст доклада еще до того, как он стал достоянием общественности. Предполагается, что доступ был получен из-за технической ошибки открытой России, которая выпустила текст в интернет раньше, чем предполагалось. Кадыров этим воспользовавшись, поработал на опережение и понес знания о себе в массы, сопроводив характеристикой «ничего, кроме болтовни». Примечательно при этом, однако, что в один и тот же день с презентацией доклада Рамзан Кадыров дал интервью русской службе новостей, в котором он практически заявил о желании отойти от дел. Хочет ли Кадыров дальше продолжить? Не хочу я, потому что сейчас другие времена, экономические, социальные. Есть у нас в команде люди более профессиональные, более, знаешь, я считаю, что я выполнил свой долг. И дальше боюсь, чтобы потерять темп, который мы задали. Те люди, которые ведут нас, проверяют, смотрят, балансируют, им виднее, что необходимо для дальнейшего развития, для того, чтобы не остановить, для того, чтобы развивать. Поэтому я считаю, что я свою миссию выполнил. Год назад в Москве убили Бориса Немцова. Считал ли Кадыров это частью своей миссии, публично им сказано, никогда не было. Соратники Немцова в этом не сомневаются. В эти дни в разных городах по всему миру проходят акции памяти оппозиционного политика. И один из организаторов такой акции в Вашингтоне, журналист Александр Гарможапов, пришла к нам сегодня в студию. Саша, я приветствую. Ну и давайте начнем с вот этого доклада, о котором мы говорим сейчас. Вот на Ваш взгляд, это совпадение во времени, совпадение это, я не знаю, что Кадыров продемонстрировал свое желание уйти, я устал, я ухожу, мы это условно обозначили. Это может означать, что этот доклад его подтолкнул на это, он почувствовал, что тучи сгущаются над ним каким-то образом, и решил, что скорее со сцены, с арены надо уходить. Или мы это неправильно трактуем? Мне кажется, вы неправильно трактуете. В России у политиков одна логика, что у Путина, что у Рамзана Кадырова, это логика реальных пацанов, и реальные пацаны никогда не уступают каким бы то ни было оппозиционерам, западу и так далее. Категорически я не считаю, что это нельзя трактовать как то, что рамзанцы собрался идти в отставку. На мой взгляд, надо обратить внимание, там фраза же заканчивается как, что мне не жалко уйти, но если Владимир Владимирович попросит остаться, то я останусь. Мне кажется, Владимир Владимирович попросит остаться, и о чем говорят, что может быть преемником будет, если будет Магомед Даудов, спикер чеченского парламента. Я в данном случае не вижу различий между Кадыровым и Даудовым, это люди из одного клана, это люди из одной команды, и если бы Рамзан говорил, что я ухожу, и вместо себя я готов поставить какого-то либерального политика, это один разговор, если бы он объявил об этом однозначно. А так, трактовать его слова, мне кажется, это гадание на кофейной гущем. Но при этом вот операция преемник, звучат эти версии об операции преемник, вы заговорили о Магомеде Даудове, это тот самый лорд, который буквально пару недель назад в социальных сетях угрожал российским оппозиционерам, публиковал там фотографии собаки Кадырова, в общем, писал всякие страшные вещи. Вот как вам кажется, получается, что даже вот сейчас год прошел с момента убийства Немцова, было расследование, но атмосфера безнаказанности по-прежнему является превалирующей в рядах чеченского руководства? На мой взгляд, все здесь очень однозначно. Если бы сейчас мы с вами сидели и обсуждали, на какие сроки могут рассчитывать тюремного заключения заказчик и организатор данного дела, и называли бы конкретные фамилии, тогда бы мы могли сказать, что Кремль все-таки показала чеченскому руководству, кто в доме хозяин, и что делать без согласования с Кремлем что-либо нельзя. В данном случае мы с вами можем обсудить только условного якобы организатора, это человек по фамилии Муфудзинов, который являлся водителем Руслана Геремеева, ну что довольно, в данном случае в контексте нельзя говорить смешно, но это действительно смешно, потому что какое опять же дело водителю Руслана Геремеева до Бориса Немцова, и нашлась бы ли у него сумма в 15 миллионов рублей для того, чтобы оплатить заказ. Я не уверена, что водители российских чиновников и депутатов так много зарабатывают. Саша, ну вот нужно сказать, что помимо конкретных людей, имена которых назывались следствием, в гибели Бориса Немцова его сторонники, поклонники, люди, знавшие его близко и не очень, таких ведь было очень много, обвинили атмосферу ненависти, которая культивировалась в России все последние годы. В нашем последнем с Борисом Немцовым интервью я спрашивала его о том, не планирует ли он уехать и как относится к тем, для кого гонения стали в России невыносимыми. Я хочу вернуться ненадолго к разговору о России, возвращению в Россию. Недавнее решение Каспарова и Гурьева, как вы оцениваете и может ли это стать толчком для других людей, Россию начать покидать, других людей их уровня? Ну, во-первых, это плохо для России, то, что они уехали. У нас не так много чемпионов мира, у нас не так много экономистов с мировым именем, чтобы вот так ими разбрасываться. Это плохо. Второе. Каждый человек сам выбирает место жительства. Осуждать, критиковать, тем более там ругать этих людей я не собираюсь. Это их выбор и я к нему с уважением отношусь. Про себя могу сказать, что я, конечно, уезжать не собираюсь, пусть Путин уезжает. Вот ему воровской пароход, Рома Абрамович может подготовить, у него четыре этих пароходов. Один из них сядет и вся эта бригада, и пусть уезжает куда хочет. А вот я уезжать не собираюсь, мы за нашу страну должны бороться. Дальше. Каждый человек имеет свой уровень внутренний, свой уровень риска, на который он готов, и свой уровень, я бы так пафосно сказал, жертвенности. Вот одни считают, что можно сесть в тюрьму. Так считает, например, Навальный, так считает, например, Удальцов, так считают многие люди. Другие считают, что если тебя вызвали в Следственный комитет, то это уже угроза. Так считает Гуриев с Каспаровым. Конечно, сам для себя определяет риски, на которые они готовы. Что на самом деле главное? Главное, чтобы эти люди, уехавшие, а я боюсь, что за Гуриевым и Каспаровым может уехать еще много людей, чтобы эти люди не забывали о стране и старались помочь, даже находясь в эмиграции. Я очень надеюсь, что они будут этим заниматься. И последнее, мне кажется, очень контрпродуктивным и плохим, когда в оппозиционном стане по этому поводу начинается скандал, люди начинают обвинять друг друга в трусости, в предательстве, во всяких других вещах. Вот я точно не буду этого делать, считаю это крайне вредным. У нас есть одна проблема, нам нужно вернуть страну к свободе, к законности, к сменяемости власти. Нам нужно в собственной стране порядок наводить. Очевидно, что склоки внутри оппозиции этому только вредят. Поэтому меня там часто провоцируют, осудите Каспарова, осудите Гуриева. Я этого делать не буду, я их не осуждаю. Они сами, взрослые ребята, они сами принимают решения. Таким мы будем помнить Бориса Немцова, бесстрашным, неутомимым, непримиряющимся. Те, кто знали и любили его весь прошедший год, были неутомимы в защите его памяти. Народный мемориал на Большом Москворецком мосту вандалы рушили неимоверное количество раз и столько же раз его восстанавливали, собирая по крупицам. Член Федерального полицовета партии «Парнас», близкий соратник Бориса Немцова Наталья Пелевина, провела на Большом Москворецком много времени в последний год. Я спросила ее о том, что непрекращающееся противостояние вокруг импровизированного мемориала Немцову говорит сегодня об атмосфере в российском обществе. Мост, конечно, для нас, для всех, кто знал Бориса, работал с Борисом, это действительно сейчас уже, безусловно, такое место святое. А с точки зрения реакции общества, я не хочу думать, что те люди, которые приходят и громят мемориал периодически, что это люди, которые представляют собой общество. Все-таки я считаю, что это какие-то, и мы все понимаем, знаем скорее даже, что это движение определенной направленности, часто финансируемой из администрации президента. В общем, это их, можно сказать, работа, приходить и делать вот эту совершенно бесчеловечную, отвратительную вещь, которую они периодически делают. На протяжении всего года это происходит. Появляются чаще всего ночью люди, громят портреты, цветы и все, что там, и свечи, и все, что там стоит, то есть все, что приносят люди. Но все-таки я думаю, что это не большинство россиян, в общем, способны на такое. Это один момент. Второй момент связан с тем, что власти отказываются ставить там мемориальный знак. Вот это, конечно, беспредельно абсолютно. С одной стороны, понятно, потому что мы знаем, какое было к Борису Немцову отношение со стороны власти последние годы. Но, с другой стороны, по-прежнему, в общем, в любом случае, это, конечно, совершенно чудовищно, то, что власти после такой страшной гибели Бориса продолжают проявлять к нему вот такое свое отношение. Все-таки общими усилиями и с помощью сбора подписей в пользу, в поддержку установления мемориального знака, может быть, когда-то все-таки получится этого добиться. Но возможность случится уже только после смены власти. Наташа, а кого, что и как в России изменила гибель Немцова и что сейчас, год спустя, ощущается в атмосфере, в воздухе? Ну, для нас, кто знал Бориса, это по-прежнему огромная трагедия, которую мы очень глубоко переживаем весь год. И нам очень не хватает Бориса, не хватает всем нам, кто активен в оппозиции. Воздух, к сожалению, не меняется в лучшую сторону в стране. И за этот год, если что и произошло, то ужесточение в отношении власти к оппозиции, дальнейшие репрессии мы видим, и уголовные дела новые заводятся, и продолжаются старые уголовные дела. Атмосфера ухудшилась, воздух стал более напряженным, чем раньше. Все это происходит в параллели с ухудшающейся общей ситуацией в стране экономической в первую очередь. И я думаю, что люди в целом... Я думаю, что люди помнят Бориса, конечно, но по-настоящему оценят его позже. Вот мне так кажется. И во многом это будет зависеть от нас, чтобы мы пронесли его память до того момента, когда станет это возможно. Наталья Беревина в нашем эфире. Саша, до того момента, пока станет это возможно, прозвучали эти слова. Пока это невозможно. Вот буквально накануне Госдума отказалась почтить память Немцова минутой молчания. Если продолжить этот разговор об атмосфере, которая сейчас в России после гибели Немцова складывается вокруг его имени. Вы из России уехали, вы сейчас здесь. Вот у меня такой двойной вопрос. С одной стороны, стала ли его гибель толчком для людей, чтобы они просто уезжали из России? И таким сигналом определенным. И что действительно, что происходит с памятью, что происходит с отношением? Я бы хотела отмечить по первому вопросу, что касается памяти. То в России, в Советском Союзе всегда, на мой взгляд, была ключевая проблема с памятью. И это касается не только памяти о человеке, которого убили напротив Кремля, бывшего государственного деятеля, вице-премьера и так далее. Это касается и вообще преступлений, которые совершаются. Потому что вот этот доклад многие Ильи Яшина критиковали, как раз говорили, там ничего нового, это все уже то, что говорилось. Но на самом деле это ведь напоминание. Это просто перечислено то, о чем люди забыли. То есть многие знали, что что-то там было с Ямадаевами, что-то было с Исценировой. Там заказчика не нашли, тут заказчика не нашли и так далее. В данном докладе было показано, что есть масса убийств в России, которые до конца расследованы не были. И память должна быть человеческая. То есть вот сейчас многие говорят, вау, там Рамзан, крутой парень, настоящий мужик, говорит правду, пехотинец Путина и так далее. Но, ребята, вы почитайте о том, что известно о Рамзане. И в том числе результаты допроса силохранителя из Ямадаева, одного из братьев Ямадаевых, который известен тем, что устраивал на него покушение, пытался. И в допросе он прямо сказал, что я приехал к Рамзану, меня привезли. И Рамзан меня спросил, в допросе это идет, ты знаешь, кто убил Руслана Ямадаева? И он ему отвечает, что вот, говорят, и перечисляют какую-то фамилию, называют, по-моему, Дилимханов. На что ему Рамзан смеется и отвечает, нет, это я его убил. И потом говорит, а ты знаешь, кто убил еще одного брата Сулима? Он говорит, нет, я не знаю. А вот это я тоже его убил. И это идет в допросе, и Кадыров даже не был вызван. В связи с этим в правоохранительные органы никак это не прояснилось и так далее. В итоге телохранитель сидит, Рамзан пехотинец, защитник отечества. Вот мне вот это непонятно в данном случае. И это касается всего, вот в этом проблем. Что касается меня лично, то для меня ключевым является психологическое здоровье моих родителей. В данном случае я ощущала, что они переживают очень сильно, и их напрягает. Дочь, ты не пиши об этом, не пиши о том. Вот ты знаешь, что случилось с Бекетовым, которого избили до состояния инвалида, а потом он умер, собственно, с Химкинским лесом все так и завершилось. Бекетова уже никто не помнит. Как это расследовалось, опять-то большие вопросы, да, но тем не менее вся история завершилась. Вот, наверное, в моем случае мне не хотелось быть на месте Бекетова, быть на месте Плитковской, еще кого-то. В ситуации с Немцовым все увидели, что могут убить кого угодно, где угодно, как угодно, и абсолютно безнаказанно. Вот это, наверное, поразило. И, честно говоря, учитывая фигуру Немцова, он был живее всех живых, потому что невозможно было поверить, что этого человека больше нет в живых. И год спустя мы слышим от Бастрыкина, главы Следственного комитета, о том, что дело можно считать раскрытым. Но вот я считаю, что это плевок по отношению ко всем, кто готов что-то сделать для России, для настоящих патриотов. Саша, спасибо. Ощущение, что Немцов жив, оно по-прежнему сейчас, и в разных городах проходят акции памяти Бориса Немцова. Его с нами нет уже год. Еще одна годовщина на этой неделе – два года с момента расстрела демонстрантов на Майдане. За этими кадрами наблюдал весь мир, а сейчас они легли в основу документального фильма «Зима в огне», который номинировали в этом году на «Оскар». В преддверии церемонии вручения главных кинопризов года я встретилась с режиссером фильма Евгением Афинеевским и спросила его о том, чем он руководствовался при выборе главных героев фильма. Я думаю, что, пройдя с этими мальчишками и девчонками все вот эти 93 дня, я для себя… Во-первых, я проинтервьюировал больше 60, но я среди них отобрал для себя, наверное, тех, чьи истории уникальны, чьи истории могут являться каким-то посылом людям в разных точках земли. То есть, как бы свои вот такие вот универсальные истории, уникальные истории. Потому что тот же Ромко, 12-летний, для меня он был гаврошем. Он как был гаврош в Виктор Гюго во французской революции. Вот так же Ромко был для меня вот этим гаврошем украинской революции. Многие сейчас сравнивают, допустим, с мюзиклом «Ле Миз». И да, там была «Крузет» в «Ле Миз», там были баррикады. Здесь это гаврош. Это вот тот самый гаврош французской революции. Были вот эти вот уникальные люди, которые поразили меня своей, наверное, своей любовью к стране, своей любовью к народу, своей какой-то уникальностью. Сережкин Гаян, он был, и вот армянин, который первый погиб, он был уникален. Он был застенчивый. Он не пытался вырисовываться, он любил помогать другим. Он читал стихи на украинском очень красиво, хотя родился на Горном Карабахе. То есть это вот эти вот уникальные люди, которые не пришли за пиаром, а пришли, чтобы быть вместе, чтобы они верили в будущее своей страны, хотели что-то изменить. Те изумительные люди, чьи судьбы поразили меня, чьи судьбы заставили меня остаться там до последнего, несмотря на пули, несмотря на холодную погоду, та кровь, которая была у нас в этих науках. И несмотря на все эти опасности, наверное, эти люди, их величие, их вот эта вот жизненная стойкость, и их патриотизм, он заставил меня стоять там до последнего и рассказать эту историю всему миру. Евгений Афиньевский рассказывал о своей номинированной на Оскаре картине «Зима в огне». Полную версию нашего с ним интервью вы можете посмотреть на сайте Current Time TV. А на сегодня это все, на что у нас хватило времени. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»